Всем привет! Сегодня мы поговорим о действии поднятых ног вверх на организм. Хочу попросить досмотреть ролик до конца и еще хочу помянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 99% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его и ценит работу команды подписаться и нажать на колокольчик. И сделать красную кнопку подписки серой. Заранее спасибо и приятного вам просмотра. Такое простое упражнение, как подъем ног, помогает решить многие проблемы со здоровьем. Его часто используют йоги в своей практике. Часто люди не придают особого значения физическим нагрузкам, хотя они способны тонизировать ваше тело и улучшить его форму. Кроме этого, это метод профилактики многих заболеваний. Пристальное внимание достаточной двигательной активности придают только спортсмены. Регулярные нагрузки полезны тем, кто желает избавиться от лишнего веса. Если таких проблем нет, то достаточно выполнять определенные упражнения для поддержания здоровья. Одним из самых эффективных методов является подъем ног вверх. Для его осуществления вам не нужен спортивный инвентарь или специальная форма. Все, что вам понадобится, это стена. Делая такое упражнение ежедневно, вы заметите улучшение в своем физическом и эмоциональном состоянии. Выполнять такое простое упражнение можно как и утром, так и вечером. Перед сном вы уберете усталость и боль в ногах, а с утра подготовитесь к двигательным нагрузкам. Чтобы правильно выполнить данное упражнение, необходимо лечь на спину, поднять ноги вверх под углом 90 градусов. Не сгибайте ноги в коленях, голова и тело должны лежать на кровати или на полу. Плечи должны быть расслаблены и находиться на одном уровне руки. Положите по швам для снятия напряжения в области шеи и поясницы. Положите под них валик, вы должны чувствовать себя комфортно и расслабленно в данном положении. Дышите спокойно и ровно, вы почувствуете как уходит мышечное напряжение. В такой позиции следует находиться до 20 минут, в зависимости от самочувствия. Для возвращения в исходное положение согните ноги в коленях и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Затем без резких движений встаньте и занимайтесь привычными делами. Если вы делаете эту процедуру перед сном, то не вставать из кровати, а постарайтесь соснуть. 13 преимуществ от поднятия ног. Первое восстановление моторики кишечника. Такая позиция благоприятно влияет на моторику желудочно-кишечного тракта, улучшает кровоснабжение этих органов. За счет чего не лучше выполняет свою функцию, пища переваривается более качественно и быстро. В кишечнике всасываются все полезные вещества и формируются каловые массы. Это помогает избавиться от проблем с опорами. Больше не нужно принимать слабительные препараты. Стул становится регулярным и мягким, а также улучшается аппетит. Помогает уменьшить отеки. При этом не важно, какая причина их вызвала. Из-за воздействия силы тяжести происходит отток лишней жидкости. И перераспределение ее между тканями выделяет несколько причин отеков. Заболевание сердечно-сосудистой системы или почек. Варикозное расширение вен. Прием некоторых лекарств, препаратов, малоподвижных образ жизни и избыточный вес. Статичное положение ногами вниз, особенно поза нога. На ногу на поражение лимфатической системы врачи утверждают, что поднятие ног вверх способствует устранению отеков и улучшению кровообращения в ногах. Нередко отеки на ногах в конце рабочего дня – это вариант нормы. Поэтому достаточно на пару минут занять такую позицию и усталость пройдет. Избавление от тяжести в ногах – это упражнение, необходимое для людей, которые постоянно на ногах. Подъем ног вверх в течение 20 минут – хороший способ снять напряжение и отеки после рабочего дня. В стоячем положении нагрузка на ноги становится самой большой. Поэтому, изменив их позицию, вы избавитесь от подобных симптомов. Нормализация кровотока, отток лишней жидкости при вертикальном положении ног снимает нагрузку на сердце. Каждый день этот орган, пропуская через себя большое количество крови, многие годы сердце успешно справляется со своей функцией. Однако, возникают внешние факторы, которые затрудняют его работу. К ним относятся избыточный вес, вредные привычки, курение и алкоголь, плохая наследственность по сердечным заболеваниям, длительные статические нагрузки. Делая подъем ног регулярно, вы улучшаете насыщение кислородом всех тканей клеток в организме. Это полезно для людей с заболеваниями вен или повышениями артериальным давлением. А также, при возникновении отеков ближе к вечеру 5, снятие нервного напряжения. Выполняя это упражнение, вы глубоко дышите, расслабляетесь сами и ощущаете, как уходит боль и тяжесть ног. Естественно, что физическое благополучие способствует нервному спокойствию. Регулярные такие занятия помогают бороться со стрессом и сохранять гармонию внутрь себя. И облегчает боль в спине. Этот симптом беспокоит многих людей разных возрастов. Существует много причин его возникновения. Но самые частые заболевания суставов – это грыжи позвоночника, искривление позвоночника. Боли в спине существенно ограничивают повседневную деятельность человека. При остро возникшем симптоме следует обратиться к врачу. Если вы знаете о возможных причинах боли, и она с вами постоянно, то подъем ног вверх поможет решить эту проблему. Чтобы облегчить выполнение этого упражнения, можно под поясницу положить валик. Это поможет уменьшить нагрузку на скелет. Седьмое – помогает бороться со стрессом. Мы уже говорили, что данная позиция нормализирует работу нервной системы. Она улучшает сон, способствует спокойствию человека. Вам легче бороться со стрессами и справляться с умственными нагрузками. Любому организму в современном мире нужна возможность отдохнуть. Самый простой вариант в домашних условиях – это поднятие ног вверх. При таком положении активируется парасимпатическая нервная система. Она замедляет работу всех органов, давая им возможность отдохнуть. В качестве дополнительного эффекта вы получите избавление от боли и отеков, которые также нарушают качество жизни, эмоциональный статус. Улучшает сон. Пойдем ног вверх – очень похож на медитацию. Вы выполняете упражнения и получаете полное расслабление. Легкость. Глубокое дыхание и спокойствие позволяют нормализовать сон, сделать его более крепким. Улегчить засыпание. Органы получают хорошее кровоснабжение и лучше выполняют свою работу. Запускает обменные процессы хорошее кровоснабжение органов и тканей во время этой позиции. Продлевает жизненный цикл всех клеток. И это улучшает регенерацию и восстановление поврежденных участков. Особенно такие упражнения полезны для людей после операции на варикозно расширенных венах. Конечно, сперва следует проконсультироваться с врачом. Можно провести в тонус мышцы ног, добавив в упражнения макеи и разведение конечности. Это дает небольшую нагрузку на мышцы и улучшает их работу. И самое последнее. Поднятие ног вверх растягивает подкаленные сухожилия. Такой эффект полезен для поясницы, так как растягивает нижнюю часть спины. И уменьшает боль. Чем ближе вы ляжете к стене, тем сильнее растягиваются подкаленные сухожилия. Только не переусредствуйте, так как можно вызвать их разрыв и сильную боль. При выполнении этого упражнения не держите ноги поднятыми слишком долго, так как это снижает кровопоток в стопах. Помните, это оптимальное время до 20 минут. Обязательно напишите в комментариях, понравилось ли вам данное упражнение и какой эффект был. Также на канале вы можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов. А также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь этим роликом с родными и близкими. С вами был канал Организм Человека. До новых встреч!